Внимание! Данное видео может содержать нецензурную лексику, эротические сцены, а также сцены жестокости и насилия. Уберите от экранов детей и людей с ранимой психикой. Всем привет, друзья! С вами Феостван, и мы продолжаем играть в третьего Ведьмака. Итак, друзья, за кадром я, кстати, тут еще поболтал с нашим кузнецом, но вот только зашел в игру и поболтал с ним. У него, оказывается, в продаже был рецепт одного мяча, причем очень неплохого. Вот я его изучил, сейчас вам покажу, где он у нас тут в ремесле. Тут, кстати, много вкладок интересных есть, я пробежался. В общем, неплохой серебряный меч, дисглайер, он будет наносить на 125 урона больше, чем наш. Это, в общем, такая неплохая прибавка, и все, что нам нужно, это еще собрать слитков серебра. Ну и, мне кажется, еще кузнец, наверное, возьмется на сплату, чтобы его сделать, и, наверное, эта плата будет немаленькой. Интересно, какой именно. Ну и также нам необходим 12 уровень для начала, чтобы этим мечом владеть. А у меня пока что только второй. Кстати, что касается уровня. Я вот за кадром одну силу потратил, с каждым уровнем мы получаем очки силы, которые мы можем тратить на умения персонажа. Я взял себе вот такое вот умение, инстинкт выживания, который увеличивает максимальный уровень здоровья на 500 единиц. Мне кажется, для новичка это будет неплохо. Также тут есть навыки, увеличивающие навыки владения мечом, арбалетом, возможность улучшать силу наших знаков, умение в алхимии. Вот тут есть что-то еще, что касается мутации. Я тут не совсем понял. И тут есть какие-то мутагены, которые можно, вроде как, насколько я понял, вот по этому описанию, извлекать из тел мощных чудовищ. Но пока что я, похоже, ни одного такого мощного чудовища не встретил. И, видать, эти мутагены как-то можно будет использовать, чтобы самому развиваться и становиться сильнее. Ну и также тут среди вкладок есть вкладки с заданиями. Это понятное дело. Карта, рюкзак, алхимия. Погодите, где-то я тут видел... Вот, есть персонажи, а где-то еще был бестиарий со всеми зверями, которые в игре нам встречаются. Вот. И здесь было про Грифона. Ушколен наша задача сейчас убить Грекона. Господи, Грифона. Давайте посмотрим, что нам поможет. Бомба, картечь. Не имеем. Масло против гибридов. И знака арт. Арт это что за знак? Я вот знаки пока что еще не все помню. Ну, давайте так посмотрим. А арт это у нас телекинетический удар. Ну, ладно. Будем надеяться, что он нам действительно поможет. Но на самом деле пока что мой любимый знак это охранный щит. То есть квен. Так, ладно, друзья. В прошлой серии, если вы, конечно же, смотрели, а если не смотрели, то обязательно посмотрите. Нам сказали, что нам надо добыть травы, чтобы справиться с Грифоном. И нам посоветовали обратиться вот, к местной травнице. Ну, давайте по пути к травнице наведаемся куда-нибудь. Вот, например, вот сюда. Посмотрим, что это за неизвестное место. Я что-то в прошлой серии их обходил, а сейчас думаю, ну зачем? Кстати, он, смотрите, прям посеред моря. Ну, не знаю. А как туда добраться? Давайте сначала сюда все-таки. Туда потом. Мы еще на обратном пути будем. Мне кажется, там что-то плохое. Опа. Так. Аккуратненько. Так, гладко спустились. Ребята, вы что, отжимаетесь тут? Молодцы какие. Спорт это вообще хорошо. Я полностью за. Его надо. Два. Так, вот. Куча волков. Так, волки. Давайте все сюда, помаленьку, не спеша. Что-то он даже не идет. Давайте сами подойдем. Он даже нас как будто и не видит. Даже не смотрел в нашу сторону этот волк. И вон еще один вар. Так, соберем сейчас все, что тут с волков. Хорошо, что на миникарте показывают всех волков, которых мы убили. Не надо бегать, искать, где же тут труп. Все и так видно. И вот еще один. Так, а вот у нас, что это? Это та повозка, да, которую нам надо было обыскать? О, слиток стали. Это как раз то, что нам нужно. Так, здесь вообще целая куча хлама. Я вот, кстати, до сих пор не знаю, как тут с переносимым весом в этой игре. Что это все, что здесь было интересного? Нет, вот еще есть что-то. Ну, вот теперь кажется все, да? Так, отлично. Так, отлично. Теперь давайте мимоходом вот так пробежимся. У нас вот здесь был какой-то мужик, где-то вот здесь, да, давал нам задание. И когда мы где-то здесь, в болотах, вот здесь бегали, наш герой что-то говорил, как будто он видел какую-то повозку. Ну, тут был парень, он просил нас что-то из его повозки достать. Но это явно не она, как я понял. Хотя, может, и она. Кто знает. О, вон утопцы. Кстати, мне нравится, что меч ведьмак достает сам, когда приближаетесь вы к врагам. Давай, доставай. Главное вовремя отпрыгивать, друзья. И когда бой заканчивается и никого рядом нету, ну, нету опасности, ведьмак сам меч убирает. Вот сейчас что-то не убирает, как будто кто-то есть. Ведьмак, спрячь свой меч. Все спокойно. Можно, кстати, для атмосферности игры еще вот так сделать, чтобы вообще ничего не отвлекало. И бегать по игре вообще как сам по себе. Вот, вижу утопца, иду вперед. Ведьмак, доставай меч. Блин, я его из-за кусты не увидел. Так, а что, я даже не вижу. Ничего не подсвечивается в таком режиме? Ну, кажется, у него ничего нет. Так, ну, вообще у нас был знак вопроса где-то вот в той стороне. Да, мы уже сделали отметку на карте. Вот, лошадь дохлая и сундук. Так, и сюда мы ради этого топали. Может, еще что-нибудь есть? А то в этом сундуке какая-то, ну, сущая ерунда была. Меч при этом не магический. Может, и даже не лучше нашего. Вот чего я не понял, так это по поводу задания вот этого парня. Где-то вот здесь мой персонаж что-то говорил про повозку. Это было даже в прошлом выпуске. Так, а давайте попробуем. Мы же можем отслеживать задание. Так, пробел, чтобы отслеживать. А, ее надо найти, используя ведьмачье чутье. Найти место, где повозка съехала с дороги. А потом найти ценный груз. Ну, это я говорю, вот где-то тут было, рядом на болотах. Вот, мне даже показали, где надо искать. О, смотрите, тут у нас что-то интересное. Что это со мной? Какое-то, какое-то улья? Да, е-мое. Это пчелы, и они мне здоровье отнимают. Может, только как-нибудь. На вас напал пчелиный рой. На время пчел отгонит знак Аарт, а знак Игни просто испепелит их. Пчелы нападают на всех, кто подходит к их улью. Боян. Чувак. Короче, мы глупо с пчелами поступили. Где у нас? Кстати, их улья упал, вы видели, да? Его теперь можно вроде как подобрать. Неизвестно зачем. Все, сгорели пчелы, кажется. И улья, похоже, тоже сгорел. Но медовые соты мы все равно можем взять. Интересная фишка, только это какие-то совсем неправильные пчелы, потому что драка с ними мне стоила гораздо больше здоровья, чем сражение с утопниками. Вот у нас что-то красненькое светится. Повозка, утыканная стрелами. Интересно. Здесь стоит осмотреться повнимательнее. Повозка, утыканная стрелами. Боян. А тут много добра. Стрелу взять не можешь. Ну и вот у нас тут где-то есть у нас труп. Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью. Или он врет. Так, тут где-то еще я, по-моему, сундучок видел. Стрела. Об этом он не упоминал. Так, вот. Сундук с товаром. Так, а вон, друзья, еще одно, да? Пчелиная уля. Так, ну что, здесь мы вроде все осмотрели. Ох ты, а я хотел сохраниться. Я нашел, пожалуйста. Я тебя раскусил. Давайте с этого начнем. Нашел я твой ценный сундучок. А еще кое-кого похожего на возницу. Со стрелой в шее. Этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно, сзади! Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс. Очень быстрый, как лжеца. Посмотрим, может наездник из тебя лучше, чем мошенник. Так, его еще и догонять сейчас придется. Слушайте, ребят, ну мне вот что очень нравится в ведьмаке, это вот эти вот, казалось бы, второстепенные несчужетные задания. Но каждое задание это, друзья, целая история. Так, где наша платва? Давай. Так, и где наш парень, в конце концов? Пока что поскачем по дороге, а там черт знает. Как ты вообще ему дал уйти, ведьмак? Он же прямо перед тобой стоял. А как его остановить теперь? Ну вот я на коне, и что дальше? А знаете, что бы я сделал? У меня есть какой-то знак, да, который влияет на разум противника. Можно его с коня, интересно, применить? Блин, я на коне его, кажется, применил. У него почему-то башка засветилась. Ну ладно, давайте за ним пока что проедемся, куда он нас проведет. Или просто его подрезать на бегу? Ведьмак не зря меч достал. Не торопись. Надо его привести в чувство. Павель. Подъем. Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой, и зачем напал на повозку. Ефрейтор Янгер Мер. Шестая темерская дивизия, второй полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к Нильфам. А лекарства? Нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда может они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Так, я доставлю тебя к Нильфгардцам. Добро, езжай. Я тебя отпущу, но лекарства оставлю себе. Так, ну я думаю, мы его отпустим. Хотя, знаете, я пока что не хочу принимать... Как бы это сказать. Я не хочу принимать чьей-то стороны в этой войне. Ну и просто так отправлять парня на смерть к Нильфгардцам или обрекать на смерть тех солдат, которым нужно лекарства, тоже не буду. Я надеюсь, он по-прежнему даст нам золотишко. Я надеюсь, что тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам, славные виктории в сражениях с Нильфгардцам. Чувство юмора у тебя гнусное. Но, мужик, ты порядочный. Возьми вот золото. Я ж обещал. Выпей за серебряные лилии и память короля Фольтеста. Я уж как-нибудь сам найду, за что мне выпить. Но за золото, конечно, спасибо. Так, давайте посмотрим, где мы по карте и какое у нас тут ближайшее задание. Так, ну а вот, собственно говоря, и наши... Так, а что у нас здесь даже два? Спросить охотника, где он нашел тела. А также, вот она у нас травница. Давайте начнем с того, что заедем, наверное... Да, да не знаю, куда угодно. Сейчас что первое на карте увижу? Вижу вот это место. Туда поедем. Чувак, отойди от моей лошади. Ты мешаешь мне на нее залезть. Вот я хочу с тобой говорить, а не на лошадь же лезть. Платва, блин. Может, это не моя платва? Это его лошадь. Да, вон моя. Быстрее. Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Сама вот эта идея ведьмачьего чутья... Ну, наверное, это все из книги взято. Я не читал, не знаю. Но сделано это все очень прикольно. Как бы так, не спеша идем по следам. Так. Ты мыслов. Тссс. Слышишь? Волки? Это нет. Дикие собаки. Да. Они опаснее волков. Угу. Собаки опаснее волков. Не преувеличивай. Говорю, как есть. А знаете, почему? Нет, но чувствую, что сейчас узнаю. Потому что волки охотятся, чтобы утолить голод. А дикие собаки убивают для забавы. Совсем как и люди. Да. Многому они от нас научились. Так почему бы и не жестокости? Я собираюсь на охоту. Где ты нашел нельфгеарцев, которых убил Грифон? А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ. Это о вас в деревне говорят? Ага. Я вам покажу дорогу, конечно, но... Собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль, то пить об них серебряные мечи, стану быть. Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что, ступайте осторожнее. Давно у вас неприятности с этими псами. С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы. Корову на мясо. А дворнягу? Разве что пнут походе. То избиваются эти шавки в стаи. Голодные, исхудавшие, все в струпьях. А подыхать не хотят. Потому умные. Умнее даже, чем лисы. И страх, как озлобленный на людей. Поздно. Они уже на кого-то напали. Так. Где ты, блин? Выйди из этого дерева. Он еще куда-то дальше побежал? А, вот на кого они напали. Мы вместе служили у помещика, там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... Давно это было. Покажи, где ты нашел Нильвгарцев до того. До того, как что? До того, как меня выгнали из деревни. Что ты такого сделал? Ничего. Я выродок. Простите, не хочу я об этом говорить. Я тоже выродок. Я тоже выродок. Да. Но другого рода. Если это ликантропия, я могу помочь. Что? Ликантропия. Волколачество. Я уже помогал в таких делах. Обычно это простые подплятия, которые... Сын помещика Флориан и я любили друг друга. Дитер застал нас на конюшнях. Меня выгнали. А Флориан повесился. Барин начал пить. Имение пришло в упадок. Вот и вся история. Мне очень жаль. Ах, что было, то прошло. Мы шли не эльфгардцев смотреть? Пойдем. Короче, он у нас похожий. Заднеприводный. Ты знаешь что-нибудь об этом приходе? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу. Так что даже грифон не приметен. Да ты беги, мужик. Я прямо за тобой. Не останавливайся. Это здесь. Один лежал там, у пенька. Без головы. Второй висел на ветке. Кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Я справлюсь. Это не первый грифон, с которым я имею дело. Вероятно, не последний. Хорошо, если так. Будьте здоровы. Кажется, вот здесь может грифон появиться. Я зря сюда пришел до того, как... Эльбердцы здесь что-то отмечали. Но грифон их прервал. Мне кажется, надо было сперва все-таки к травнице зайти. Земля черная от запекшейся крови. Вдруг он сейчас прилетит. Я не совсем готов. А вон там есть какой-то противник. А здесь есть следы. Это следы давнишние. Они глубже. Солдаты в доспехах. Наверное, не льфгаарцы. А вот там где-то был противник. Можно я сначала схожу подраться? Нравится мне здесь драться. Кто здесь? В утопнике опять? Вот какая-то вода есть. Так, вон они. Вот прямо здесь кто-то есть. Я не вижу. А, это труп кролика. Кто-то завалил кролика. Щит, кстати, прикольная вещь. Можно прямой удар словить от врага. Как ни в чем не бывало. Такое ощущение, как будто у меня какой-то знак сменили. Вот мне квен нужен. Блин, их много. Знаете, что надо против них на самом деле? Против них надо урон огнем. Что я, короче, тут покосячил в бою. Альбом. Так, ладно, я отлёгся от нашего квеста. И уже даже забыл, где мы были. Пошла. Так, ещё сюда. Так, ладно. Между Грифона, точнее, то, что в него осталось. Между Грифона. Много сюда принёс. И долго умирал. Кости. Коровье, собачье, человеческие. Останки за несколько месяцев. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй Грифон-самец. Так, осмотреть раны, определить возраст, определить вид. Жёсткая кость, густое оперение, королевский Грифон. Края клювы стёрты в подшёрстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифона находит пару в молодости. Значит, самец примерно того же возраста. Глубокие колотые раны по всему телу. Она, когтях и клюви, не следа крови. Она не защищалась. Должно быть, её застали в расплав, пока она спала. Ну и как мне вся эта информация поможет? Забъясни, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нерв гаарцев здесь, в лесу. А потом начал рыскать по всей округе. А-а-а. Нельзя недооценивать противника. Это правило лежит в основе ведьмачьего кодекса. И не без причины тщательная подготовка спасла от гибели немало ведьмаков. Перед боем не стоит жалеть времени на приготовление эликсиров и масел. И на визит к ремесленнику. Кузнецы создают оружие, тогда как бронники занимаются доспехами. Перед битвой с очень сильным противником имеет смысл выполнить несколько побочных заданий. Так вы сможете получить больше очков опыта и улучшить характеристики вашего персонажа, тем самым получив больше шансов на победу. Да, я и так никуда не тороплюсь. О, кстати, у этого парня что-то интересное было. Эмгир Вар Эмрейс. Владыка-завоеватель. Одаренный прекрасным стратегическим умом, он подчиняет его одному лишь видению, желанию завоевать мир. Хотя справедливо считает, что не завоеванием это должно называться, а спасением. Да, император Нильфгарды несет миру пламя цивилизации. Вскоре после прихода к власти император последовательно занимает соседствующее с Нильфгардом королевство. Север охватывает страх. Победоносный марш имперских войск останавливается только в битве под Бренной, после которой наступает заключение мира. Однако нет сомнений в том, что целью Эмгира является подчинение Нильфгарду всего севера. Во время хрупкого перемирия Эмгир предпринимает ряд политических решений, в результате которых становится видно, насколько нестабильны государства Нордлингов. Все более разобщенные между собой, они требуют властителя, который придаст смысл их существованию. Требуют властителя провидца, требуют Эмгира Вар Эмрейса. Потому-то наши армии вновь перешли Яругу. В третий раз. И в последний. Так, ну что, еще что-нибудь здесь есть, что можно обыскать? Это гнездо, да? Ну а что в гнезде? Вот я вижу сундук. Или что это? Сожгли. Это мог сделать только человек. Все, больше я, кажется, тут ничего не вижу. Ну вот еще какие-то останки. Вот неудобно, что плохо ведьмак видит то, что у него под ногами. Надо как-то обходить, настраиваться. А, нет, смотрите, он вообще не может это взять. А зачем тогда оно лежит? Если с этим ничего нельзя сделать. Вот это вот все. Зачем оно здесь? Так, ладно, друзья. Что, пойдемте к травнице сходим. Так, 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 конь, конь, будь, конь огонь. Надо тут быть осторожным. Опа. Отличный прыжок. Да, блин, я хотел его ударить. Так, и тут еще пара трупов. Кстати, выгодно, да? Волки, похоже, задирают местных животных, которых я вот лично, ну, с трудом догоняю. Ну, вообще, пока еще ни одного не догнал, так что, ну, вообще, пока что не догоняю. А волки их догоняют, убивают, и я могу получить с них лут. Быстрее. Вперед, плотва. Я, кстати, могу на коне за ними так охотиться, пытаться их подрезать. Ну-ка сюда. Ладно, бог с ними. Так, травница, ты здесь живешь? А у тебя много трав в огороде растет. Можно войти? Слушай, у тебя эта травница, похоже, ничего. Передай-ка мне двоигрот. Это такой... Красный цветок. Ну-ну. Вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано. Но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоигрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее сделать. Это Грифон ее подрал? Лину? Да. Напал, когда она шла ночью через лес. Ночью через лес? В военное время? На свидание бежала. Молодые, известные из-за любви, на любую глупость готовы. Раны затягиваются, но она все равно умрет. Кровь у нее под черепом собирается. С этим мои эликсиры ничего не сделают. Я бы мог ей вскрыть череп. Я мог бы попробовать ей помочь. Ласточка лечит внутренние кровотечения. Но? Ведьмачьи эликсиры не годятся для людей. Она все равно умрет. Да. Тихой смертью под действием твоих сонных трав. А если я дам ей ласточку, и что-то пойдет не так, вся деревня будет слышать ее вой. Понимаю. Делай, как знаешь. Здесь в округе растет крушина. Угу. На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды... Будет вонять хуже падали, я на это и рассчитываю. Я охочусь на Грифона. Крушина мне нужна для приманки. Я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на Ведьмака. Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за Грифона? У капитана Петера Сары... Как-то там еще. А, приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Капитаны правда заботятся. Нильфгард ценит порядок. Но я не думаю, что он заботится и о местных людях. Хотя он, в принципе, не так плох, да, как мы это выяснили в прошлой серии. Но в целом он же и о своих людях заботится. Нильфгард ценит одно порядок. Грифон его нарушает, значит, должен исчезнуть. Да. Сначала они разберутся с чудовищем, потом с людьми. Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя. Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Верно. А ты куда-то спешишь. Иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока Грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор. Может, в следующий раз. Так, интересно, она не будет против, если я у нее тут, это, огород зачищу? Давайте я сохранюсь пока что. У нее такой хороший огород. Ты же не будешь против? Это же не будет рассаниваться, как воровство. Я просто тебе помогал... Помог, не знаю, сорняки выпалоть. Знаете, когда по лесу бегаешь, там эти растения, ну, конечно, очень часто встречаются, но все равно лень собирать каждый кустик. А здесь они так плотно друг на друге, что можно потратить немного времени. Так, что, Платва, поскакали туда, где русло реки шире? Так, здесь, кажется, сковородка была, да? Нам похоже на тот берег. Ну, я не знаю вообще, насколько я могу в воду впадить. Мне вот почему-то вообще неохота в ведьмаке идти в воду. Потому что у воды всегда эти утопцы, а под водой, наверное, там, ну, тоже не сладко. Ну, а что вы драться-то будете? Что-то орут, орут. Ладно, давайте я сделаю первый шаг. Какие-то они тут вялые, что ли. Ключ, наверное, пригодится. Ага, сундук. Ну, вот, похоже, сейчас нам придется посмотреть, каково это плавать. Чтобы плыть быстрее, зажмите shift. А чтобы нырять... А вон, кажется, трава растет. Так, как нырять? А вот, c, чтобы нырнуть. Ведьмак, развернись. Вон, нам вот тот сундук, да. Серебряное желе или знак темирского особого отряда. Приказ сотника всякому встречному. Податели сего письма с сопровождением доставят на север, до границы. Где у Оксенфурта их будет ждать риданский отряд. Как риданца благородного рождения, эти люди находятся под опекой короля Радавида. И даже один волос не должен упасть с их головы. Все, что они везут с собой, это их собственность. И должно оставаться с ними. Нарушитель приказа будет отдан под суд и немедленно казнен. Рандалл Витгенберг. Это еще одно задание, которое можно отслеживать. Пока что давайте это. Вот она, эта крушина, друзья. Не рано ли ее брать? Я себе зельев никаких не подготовил. Никакого масла от Крифона. Ну ладно. Я сделал все, что мог. Ра возвращаться к Весемиру. А, мы все-таки с Весемиром. Я, да, я уже совсем забыл, что у меня есть напарник. Давай, Бл-Бл. Ну что ж, давайте тогда вернемся к Весемиру. И покончим наконец с этим Грифоном. Поехали. 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 Поехали.